здравствуйте дорогие друзья с вами татьяна башмакова канал ваша дача и сегодня я хочу остановиться на том что надо знать чтобы успешно вырастить эустому именно на самой ранней стадии посев и сразу вот после посева первые уход это вот самое главное вопрос именно выращивание эустомы семена эустомы обычно все гранулированные других не встречала в капсулах поэтому мы аккуратненько их добываем следим чтобы в капсуле не осталось никаких семечек они часто электризуется прилипают и посев ничего сложного не представляет как и все гранулированные семена мне удобнее всего зубочисткой расстояние между гранулками должно быть не меньше двух сантиметров очень удобно когда именно в одном контейнере много семян там где я буду высевать из оптовых упаковок я возьму более большой контейнер и не очень хорошо именно развивается когда их много а вот как их сажать или рядами особенности прямоугольный контейнер или в разброс это не имеет никакого значения просто раскладываем семянки на расстоянии гранулки раскладываем и после того когда мы их разложили очень хорошо тщательно из пульверизатора увлажняем грунт так чтобы они аж растворились именно провалились туда в грунт влагой тогда они хорошо взойдут и устома очень хороший цветочек на тот счет что я ни разу не видела чтобы гранула осталось на именно на сеянце маленьком и вот она хорошо выдерживает закрытую и целый день целые сутки круглые сутки один раз всего можно проветривать и в пока они не взойдут первые десять дней и она хорошо выдерживает эту влажность прекрасно там прорастает и сама очищается от гранул после посева отправляем и устомы в теплое место но сильно подогревать не надо 20 максимум 25 градусов они прекрасно прорастают даже при 20 градусов то есть они не очень теплолюбивая на этот счет как я вам уже говорила достаточно один раз день открыть крышечку и все буквально на несколько секунд я больше не открываю и самое главное выращивание устомы набраться терпения так как сеянцы мы начнем видеть только через 10 дней устома очень благодарный цветок если семена не просроченные она имеет фактически стопроцентную схожесть но поначалу сеянцы очень маленькие поэтому запасаемся или лупами у меня вот есть такой объектив от старого фотоаппарата и когда мне уже не хватает терпения дело подходит десяти дням я смотрю через этот объектив а там прекрасные сеянцы которые имеют даже листики но глазами их совершенно не видно они низенькие маленькие листики крошечные но удивительно крепкие сильные по сравнению с другими растению петуния на происходит но очень тоненько особенно если будет тепло эти всегда в любых условиях они крепенькие и что еще надо помнить это что устому надо будет пикировать маленькой сама позже через месяц после того как они зашли но именно подробно как выращивать как ухаживать у меня есть много видео какие ошибки мы часто допускаем и с лишними подкормками и со всем остальным смотрите видео именно подробное про все стадии развития и устомы ссылочки будут под этим видео я ставлю свои и устомы после посева в стеллаж у меня там растут черенки и есть свет сразу на свету но если у вас нет освещения вы будете стать именно надо устомами то можно сразу не на свет ставить первые 35 дней можно чтобы и они и не на свету стояли потом конечно обязательно должен быть свет потому что бывает и быстро прорастающие семена и мы не видим но они все равно прорастают принципе вот такой вот он цветочек хороший благодарный не сложно выращиваем не бойтесь кто еще не определился покупайте семена будем выращивать вместе а я с вами на сегодня прощаюсь всем удачи хорошего настроения легкого сезона и до новых встреч